Всем привет! С вами канал Живая Русская Баня. Меня зовут Владимир Рифремов. И сегодня у нас видео про вентиляцию. Как мы ее делаем на данный момент и как мы хотим улучшить ее раз в 10. Вот сейчас на ближайших объектах я буду делать вентиляцию уже совсем по-другому. Я давно обещал снять это видео. Хотел выложить его во вторник. Во вторник у меня не получилось. Носитель, на котором было видео, сломался. Пришлось вот сегодня, сегодня четверг, пришлось переписывать видео по новой. Поехали! Я, получается, смотрите, сделал достаточно такой простой вариант. Баня на две комнаты. Вот это вот комната отдыха. Вот это вот парная с мойкой. Комната отдыха, парная с мойкой. Здесь люди и моются, и парятся, а здесь отдыхают. Это вид сбоку, это вид сверху. Получается у нас фундамент ленточный сверху, три ряда кирпича. Дальше идут рубленые стены, пол в комнате отдыха, проливной пол в мойке. Сделана бетонная чашка со сливом. Стоит печка, уходит труба вверх. Здесь вид сверху то же самое. Вот это вот у нас получается фундамент. Здесь у нас комната отдыха. И здесь у нас парная с мойкой. Вот этот вот небольшой аппендицит, это фундамент под печь. Так вот, как у нас работает вентиляция Басту? Изначально нам нужно сделать приход воздуха, чтобы у нас свежий воздух пришел в баню. Когда мы делаем три ряда кирпича, либо когда мы полностью заливаем бетонный фундамент, мы закладываем внутри фундамента с улицы под печь. Я специально синим фломастером сейчас нарисую, что это холодный воздух пошел. Мы с улицы под печь делаем приток воздуха. Вот мы сделали приток воздуха под печь. У нас печь, когда будет нагреваться, печь когда нагревается, она нагревает воздух вокруг себя. А горячий воздух по всем законам физики поднимается к самому потолку. Так вот, когда печь начинает поднимать этот воздух, она начинает сосать его из-под себя. Она начинает засасывать его из вентиляционного канала, который у нас приходит под печь. Вот здесь вот поставлю, вот так вот приходит холодный воздух под печь. Вот он у нас пришел под печь. Он у нас печью нагрелся, поднялся вверх. Здесь вот он у нас уже стал горячий. И на потолке этого воздуха стало много. Произошло избыточное давление. Воздух поднялся наверх, его много. Но часть воздуха, которая была наверху и в дальней стороне от печи, она уже начала остывать. Когда она начинает остывать, она начинает опускаться вниз. Дальше уже синим буду рисовать. Но ей нужно куда-то тоже уйти. А то если она никуда не уйдет, она просто закольцуется в самой парной. Получается обратно опустится. Воздух уже не будет засасываться из прихода воздуха. А просто закольцуется и будет по кругу ходить один и тот же воздух, уже в котором вы подышали, где мало кислорода, вам его будет не хватать. Нам нужно сделать, чтобы воздух имел возможность куда-то уйти. Для этого мы ставим вентиляцию Басту. Вентиляция Басту это обычные трубы из нержавейки, либо из оцинковки. Получаются элементы какие у нас здесь идут. Сначала у нас идет тройник. Вот это вот у нас тройник. Одна сторона его уходит на улицу. Одна сторона заходит в парную около потолка. И вторая сторона направляется вниз к полу. Та сторона, которая в парную заходит, вот здесь вот сюда ставится еще крышка. Еще один элемент получается. Первый тройник, второй элемент крышка. А дальше трубы. Если это оцинкованные трубы, они как правило применяются для водосточной системы оцинкованной. Они идут по метр двадцать пять. Делаем две трубы. Одна труба, вторая труба. Они вставляются друг в друга. И получается они у нас ушли либо к полу, либо под пол. Мы делали по-разному. Мы и под пол опускали, чтобы у нас воздух, который вот у нас охлаждается, уходит вниз под пол, но он все равно не совсем холодный. Он теплый, опускается под пол, пол у нас прогревает, засасывается вот этой вот трубой. Сама труба тоже насколько-то немного нагрелась, и в ней уже пошло движение вверх. Нам главное запустить это движение вверх. По идее, если она не будет ничем зашита, а и будет сильно нагреваться, там будет еще сильнее движение вверх, но незначительно. Проверяли, пробовали. Соответственно, у нас воздух пошел сюда, и выходит он у нас на улицу. Уже вот этот вот отработанный воздух, которым мы подышали, который вот здесь вот из-под пола, такой сырой, он у нас зашел в вентиляцию и вышел на улицу. Все, мы его выкинули. Недостаток такой системы, она идет просто самотоком. Ну, за счет поднятия горячего воздуха вверх, и выхода его через трубу. Вентиляция, ну, достаточно слабая. Она есть, мы ей пользовались достаточно долго, но она достаточно слабая, эта вентиляция. Сейчас я покажу, как мы хотим сделать совершенно все по-другому, чтобы эффективность была в 10 раз выше. Я сейчас вот это вот частично сотру. Так, вот у нас остался тот же самый сруб. Делаем приход воздуха тот же самый. Вот мы его сделали под печь. Под печь у нас пришел холодный воздух с улицы. Печь у нас его нагрела. Он у нас, горячий воздух, поднялся к самому верху. Начинает опускаться вниз. И нам нужно сделать уход воздуха. И не просто уход воздуха, а чтобы его оттуда силой тянуло аж. Можно сделать вентилятор, но вентилятор я в парную ставить не хочу, и есть гораздо более эффективный способ. Чтобы нам его тянуло, что мы сделаем в ближайших банях, и я вам это на видео покажу. Мы вот в этой вот кирпичной кладке сделаем канал к зольнику печи. Чтобы когда у нас вот здесь вот топится печь, когда печь у нас топится, она засасывает из зольника, вот в этом вот месте зольник, она через зольник засасывает в себя очень большое количество воздуха. Вот то, что вы в трубу видите, вылетает. Это вот с большим потоком туда уходит воздух вместе с дымом. А воздух в комнате отдыха берется из различных щелей. Там дверь приоткрыли, воздух зашел, окошко приоткрыли, воздух зашел. Да воздух вообще откуда угодно может стараться туда зайти, потому что здесь его отрицательное, назовем так отрицательное пускай давление, он с улицы старается сюда зайти, засасывается печью и выходит у нас в трубу. Так зачем нам делать, чтобы он, воздух, искал различные пути, чтобы зайти в комнату отдыха? Мы решили сделать, чтобы печь сосала воздух из-под пола парной и мойки. Отодвинем трубой засасывание воздуха до дальнего угла, до самого сырого угла мойки, чтобы она оттуда сосала. У нас получается воздух придет под печь, нагреется, будет опускаться вниз, уже охлажденный, уже отработанный сырой, будет опускаться под пол, а из-под пола его будет тянуть печь, очень сильно тянуть печь, потому что в печь заходит очень большое количество воздуха. Помимо этого, сейчас ведем разговоры с производителем печей Варвара, хотим сделать с ними, чтобы воздух засасывался не через зольник в саму печь, а чтобы он засасывался. Они, в общем, хотят вот в этом вот месте, планируем, технически они планируют, как это сделать, чтобы воздух был как у подовой печи, чтобы он не через зольник заходил, а чтобы он заходил через бок печи сразу же в камеру горения. А воздух мы этот будем брать из-под пола. Получается у нас, вот здесь вот мы сделаем, ну допустим, оцинкованную трубу под полом, а в кирпичной кладке сделаем канал, который у нас будет выходить прям к самому зольнику, ну на данный момент к зольнику, пока нам не сделали такую печь, а будет выходить к самому зольнику. Зольник у нас будет тянуть эту печь, и у нас получатся и сухие полы за счет большой циркуляции воздуха, а человеку кислорода будет хватать, чтобы будет много воздуха приходить. Воздух не будет искать всевозможные щели, открытые двери, открытые окна, чтобы ворваться в комнату отдыха. Я думаю, что вот эта вот система будет гораздо эффективнее, нежели мы делали просто вентиляцию Басту. Вентиляцию Басту мы тоже на всякий случай поставим, сделаем, пускай она будет. Вот здесь вот будет все шиберами перекрываться. Не нужна нам циркуляция воздуха. Мы раз шибер закрыли, и она перестала идти. У вентиляции Басту здесь тоже стоит шибер. Я начал элементы говорить. У Басту, кто все-таки спрашивал, идет сначала тройник, а крышка, задвижка, шибер, две трубы вниз, и все, она от пола начинает воздух сосать. Вот это то, что я хотел сказать по поводу самой вентиляции Бани, как мы ее делали раньше, и как мы ее начинаем делать сейчас. Если видео было полезно, не забывайте палец вверх поставить, подписывайтесь на канал. Следующие видео будут тоже интересные. Сейчас еще видео сняли о том, как сделать слив воды в бане на винтовых сваях. Мы там использовали пленку для бассейнов. В общем, понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!